Добрый день! Вы включили 16 выпуск подкаста «Слушай, чтобы видеть» проект, созданный для слепых и слабовидящих пользователей различных электронных сервисов города Москвы. Данную инициативу реализует Национальный фонд развития реабилитации при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы. Меня зовут Василий Дрожжин. В данном эпизоде мы познакомимся с сервисами, которые способны облегчить навигацию в московском метро людям с нарушением зрения. Действительно, перемещение в московском метрополитене для таких категорий граждан связано с определенными особенностями, как следствие дополнительным риском. Московский метрополитен является мировым лидером по частоте движения поездов. Интервалы в часы пик не превышают 90 секунд. Практически все станции начинают свою работу в 5.30 утра, а заканчивают в час ночи. Всем линиям метро даны названия и краткие обозначения, а также порядковые номера. Дополнительным устоявшимся обозначением линий служат их цвета, традиционно используемые на схемах. Например, многим людям говорить «серая ветка» быстрее и легче, чем запомнить и проговаривать официальное название Серпуховско-Тимирязевское. В московском метрополитене насчитывается 258 станций и 14 линий. Сюда же входит монорельсовая дорога. Участок монорельсовой дороги длиной 4,7 километра соединяет станции Тимирязевскую линия 9, Фанвизинскую линия 10 и ВДНХ линия 6. Также в систему метро входит МЦК. Московское центральное кольцо открылось для пассажиров 10 сентября 2016 года. Линия представляет собой кольцо, состоящее из 31 станции. Из них 6 имеют прямые, без необходимости выхода на улицу, переходы на станции метро. Иногда также называют наземным метро линии МЦД, но это не совсем верно. Московские центральные диаметры МЦД – система линий внеуличного железнодорожного транспорта, созданная на базе существующей инфраструктуры московского железнодорожного узла. МЦД связывает между собой Москву и подмосковные города Лобню, Долгопрудный, Одинцово, Красногорск и Подольск. В метро столицы ведется постоянная работа для более комфортного передвижения маломобильных категорий граждан, в том числе с нарушением зрения. При входе в вестибюли, особенно на новых станциях, люди с инвалидностью по зрению, использующие белую трость, могут воспользоваться тактильной плиткой. 14 октября 2013 года в московском метрополитене для оказания помощи гражданам с ограниченными возможностями в передвижении образован Центр обеспечения мобильности пассажирам. Инспекторы Центра оказывают услуги по максимально возможному, безопасному и комфортному передвижению по метрополитену МЦК, МЦД, наземному транспорту и в трамваях маломобильных категорий граждан. Сопровождение осуществляется по всему маршруту следования от входа на станцию, в лифтах, по лестницам, эскалаторам и платформам станции, в вагонах поездов и до выхода со станции. Пассажиры могут оформить заявку на сопровождение и получить более подробную информацию, позвонив по телефонам поддержки 8 495 622 73 41 и 8 800 250 73 41. Звонок бесплатный. Время обслуживания пассажиров с 5.30 утра до часу ночи. Помощь в передвижении маломобильным пассажирам оказывается сотрудниками центра в метрополитене и станциях МЦД с пересадкой на станции метрополитена по территории вокзалов до посадки в поезда дальнего и пригородного сообщения, до автовокзалов города Москвы, по городской территории до социальных объектов, на аэроэкспрессе до терминала аэропортов, по московскому центральному кольцу, по территории северного речного вокзала. Мы с вами рассмотрим два электронных сервиса, которые позволяют построить маршрут исследования в системе московского метро. Первое приложение это Яндекс.Метро. Установить его на свое устройство можно, воспользовавшись ссылкой в описании к данному выпуску. После установки программы вы можете разрешить отправку уведомлений, а также доступ к геолокации. Это может быть актуально для поиска ближайших к вам станций. Открыв приложение, мы увидим очень простой интерфейс. Начнем с пункта настройки, где можно выбрать город для навигации по метро. Здесь, кроме Москвы, есть Волгоград, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Санкт-Петербург, а также города в других странах. Эта функция может быть полезной, например, для тех, кто часто путешествует. Кроме того, в настройках можно выбрать язык отображения схемы, карту для оплаты проездного билета, доступны тройка и стрелка, включить отправку уведомлений и воспользоваться формой обратной связи. Возвращаемся на стартовый экран. Здесь мы видим два поля. Откуда? При этом, если вы включили доступ к геопозиции, в поле может отображаться ближайшая к вам станция. Поле куда? Ниже кнопка, позволяющая поменять местами станции отправления и прибытия. Когда мы вписываем название нужной нам станции, мы можем получить дополнительную информацию о ней. Например, узнать часы работы, добавить в избранное и другое. Сейчас я продемонстрирую это на примере станции метро «Войковская» за москворецкой линии. Откуда? Лобня Д1 и МСД1. Текстовое поле. Идет правка. Откуда? Прописная. 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 О. О. С. И краткое. К. К. Войковская-2-Замоскворецкая линия. Кнопка. Информация о станции Войковская-2-Замоскворецкая линия. Кнопка. Информация о станции Войковская-2-Замоскворецкая линия. Информация о станции Войковская-2-Замоскворецкая линия. Закрыть. Кнопка. Отсюда. Кнопка. Сюда. Кнопка. Открыть С5-31. Добавить станции в избранное. Кнопка. Сообщить об ошибке. Кнопка. Пересадочные станции. Заголовок. Пересадочная станция Стрешнего Ди-2 и МЦД-2, закрывается в 1 Информация о станции Пересадочная станция Стрешнего Ди-2 и МЦД-2 Кнопка Пересадочная станция Стрешнего 14 Московское Центральное Кольцо, закрывается в 1 Информация о станции Пересадочная станция Стрешнего 14 Московское Центральное Кольцо, кнопка Пересадочная станция Балтийская 14 Московское Центральное Кольцо, закрывается в 0,33 Информация о станции Пересадочная станция Балтийская 14 Московское Центральное Кольцо Яндекс.Гол Такси приедет за... Вызвать. Кнопка. Выходы. Выход 1 к МЦК Балтийское. К Ленинградскому шоссе. 14. К ТЦ Метрополис. К Старопетровскому проезду. К парку имени Воровского. К площади Ганецкого. Выход 2 к Ленинградскому шоссе. 13. К улице 1-я Радиаторская. К улице 2-я Радиаторская. Выход 3 к Ленинградскому шоссе. 15. К 3-му Войковскому проезду. К 4-му Войковскому проезду. К улице 1-я Радиаторская. Выход 4 к Ленинградскому шоссе. К станции Стрешнего МЦД 2. К улице 1-я Радиаторская. К 1-му Войковским Таким образом, вы можете узнать информацию о нужной станции, посмотреть на какие улицы ведут выходы из метро и даже вызвать такси. Теперь давайте попробуем построить маршрут от станции Ховрино за Москворецкой линии до станции МЦК Локомотив. Итак, продемонстрирую, как это происходит. Текстовой по прописная. 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 Роман. Прописная. 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 О. О. К. К. О. О. С. М. М. Локомотив 14 Московское Центральное Кольцо. Маршрут займет 57 минут. Два пересадки. По линиям. Два за Москворецкая линия. Один Сокольническая линия. 19, 18, от станции Ховрино-2 за Москворецкая линия. Информация о станции Ховрино-2 за Москворецкой. В сторону станции Алма-Атинская. Каждые две минуты. Садитесь в центр поезда. Проехать 10 станций. Кнопка. 19, 45, до станции Театральная-2 за Москворецкая линия. Информация о станции Театральная-2. Пересадка с Театральная-2 за Москворецкая линия на Охотный ряд 1 Сокольническая линия за 5 минут. 19, 50, от станции Охотный ряд 1 Сокольническая линия. Информация о станции Охотный ряд 1 в сторону станции Бульвара Косовского Каждые 2 минуты Садитесь в последний вагон Проехать 7 станций Кнопка 20.08, до станции Черкизовская 1 Сокольническая линия Информация о станции Черкизовская 1 Сокольническая линия на локомотив 14 Московское центральное кольцо за 6 минут Мы с вами видим полное описание маршрута следования по выбранным станциям отправления и прибытия Программа показывает все варианты маршрутов, на выбор указывая расчетное время Приложение строит маршрут исходя из текущего времени, что может быть удобно, если вы собираетесь совершить поездку прямо сейчас Ну что же, а у нас на очереди функция метрополитена в приложении Московский транспорт Передаю слово Всеволоду Попову Добрый день, меня зовут Попов Всеволод и сегодня мы переходим к обзору функциональности, связанной с метрополитеном в приложении Московский транспорт В одном из прошлых подкастов мы уже говорили об этом приложении, но тогда мы говорили о наземном транспорте Рассматривали настройки приложения Сегодня мы поговорим о другой части приложения, которое может быть очень полезно, это метрополитен С помощью секции метрополитен в данном приложении вы можете проложить маршрут от одной станции до другой Посмотреть, какие имеются пересадки, на какую линию нужно пересесть, какие линии Это может быть очень полезно для изучения метрополитена, что находится на какой ветке, какие станции, на каких линиях И для изучения маршрутов Это все очень интересно рассматривать и давайте мы на это посмотрим Что примечательно, это то, что, как и в случае с наземным транспортом, маршрут отображается списком Это очень удобно Переходим в приложение Московский транспорт Московский транспорт Московский транспорт, доступный транспорт, заголовок, метрополитен, кнопка И первая кнопка, которая нам нужна, это метрополитен Выбрана станции, вкладка 1 из 2 Станции Линия, вкладка 2 из 2 Линии Поиск, начните вводить название станции, чтобы отфильтровать список Поиск, текст, авиамоторная, большая кольцевая линия Здесь имеются станции, все по алфавиту Давайте посмотрим на линии Поиск, линия, вкладка 2 из 2 Выбрана линия, вкладка 2 из 2 Поиск, арбатско-петровская линия, белорусско-савеловский диаметр Большая кольцевая линия, от станции Савеловская до Петровский парк Большая кольцевая линия, от станции Савеловская до Деловой центр Бутовская линия, от станции Бунинская линия до Битцевский парк Что примечательно, когда мы находим линию нам сообщается, до какой станции она идёт. Это очень полезно. Замоскворецкая линия от станции Ховрина-Далматинская. И так далее. Давайте перейдём на вкладку «Станция» и попробуем проложить маршрут от одной станции до другой. Например, от станции «Чистые пруды» до станции «Бульвар Рокоссовского». Бутовская линия, Большая Кольцевая, Беларусь, Арбат, поиск, выбрана линия станции. Вкладка «Выбрана станции», линия, поиск. Начните вводить название станции, чтобы отфильтровать список. Поиск. Текстовая точка вставки в конце. Шрифт экрана брали. Изменение ориентации заблокировано. Альбомная ориентация, настольный режим, 6 точек. И пишем «Чистые». Этого будет достаточно. Точек 4, 5. Прописная ч. И, Т, И, И, Т, И, И, С, Т, И, Е, книжная. Поиск. Начинаем. Очистить текст. Чистые пруды. Сокольническая линия. Нам сообщается название станции и линия. Линия. Сокольническая линия. Кнопка, указывающая назад. Станция «Чистые пруды». Заголовок. Линия. Сокольническая линия. Пересадки. Сретенский бульвар. Люблинско-Дмитровская линия. Тургеневская. Калужско-Рижская линия. Информация. Описание отсутствует. Оснащение. Лифт. Нет. Сувениры. Нет. Ремонтные работы. Нет. Пригородный поезд. Нет. Банкомат. Нет. Аэроэкспресс. Нет. USB. Нет. Построить маршрут. Кнотка. Построить маршрут. Кнотка. Построим маршрут. Станция «Отправление». Выбрана. Чистые пруды. Сокольническая линия. Станция «Назначение». Нажмите, чтобы выбрать. Поиск. Начните вводить название станции, чтобы отфильтровать список. Поиск. Текстовое поле. Точка вставки в конце. Слова. Таблица. Шрифт экрана брали. ТО. Изменение аренды. Прописная. ТАП. У. Л. Мягкий. В. А. Р. Книжная. Ретерн. Ретерн. Цветной бульвар. Серпуховско-Темрязевская линия. Цветной бульвар. Сретенский бульвар. Славянский бульвар. Славянский бульвар. Кленовый бульвар. Бульвар Рокоссовского. Сокольническая линия. Станция «Отправление». Выбрана. Чистые пруды. Сокольническая линия. Станция «Назначение». Выбрана. Бульвар Рокоссовского. Сокольническая линия. Построить маршрут. Кнотка. Построить маршрут. Кнопка. Идет выполнение операции. Выбран вариант маршрута, приблизительно 17 минут, без пересадок. Вкладка 1 из 2. Вариант маршрута, приблизительно 32 минуты, две пересадки. Вкладка 2 из 2. Можем выбрать либо более короткий, либо более длинный маршрут. Станция Чистые пруды Сокольническая линия, начало маршрута. Красные ворота. Комсомольская. Красносельская. Сокольники. Преображенская площадь. Чакизовская. Бульвар Рокоссовского Сокольническая линия, конец маршрута. Бульвар Рокоссовского Сокольническая линия, конец маршрута. И давайте посмотрим второй маршрут. Кнопка. Маршрут. Выбран вариант маршрута, приблизительно 32 минуты, две пересадки. Выбран вариант маршрута, приблизительно 32 минуты, две пересадки. Выбран вариант маршрута, приблизительно 32 минуты, две пересадки. Таким образом, вы можете строить маршруты до нужных вам станций и изучать их. Это очень ценно, интересно и полезно. На этом демонстрация приложений, связанных с метрополитеном, заканчивается. С вами были Попов Севолод и Василий Дрожжин. Подписывайтесь на официальные каналы Национального фонда развития реабилитации в YouTube и Routube. Ставьте лайки. Подписывайтесь на официальный канал проекта «Слушай, чтобы видеть» в Telegram. Делитесь подкастами с нуждающимися. До новых встреч!